Привет, привет! С вами Надежда Сергеева, интернет-предприниматель из Домохозяйки в Леди. Сегодня я хочу показать вам, как в бизнес-группе установить приложение Сендлер для рассылки, для сбора базы подписчиков. Рассылка эта напоминает чем-то e-mail рассылку. Я думаю, что многие подписывались на каких-то инфобизнесменов, коучей, психологов, тренировок и так далее, и получают по сей день письма на электронную почту. То же самое можно сделать и ВКонтакте, только это гораздо удобнее и открываемость таких писем намного-намного выше. Я бы даже сказала, практически 90% писем открываются. Значит, что это за рассылка, для чего она нужна, это, конечно, тема большая. Это тема, которая позволяет узнать больше какие-то фишки продвижения именно ВКонтакте, чем можно узнать на каких-то бесплатных семинарах, мастер-классах и так далее. Поэтому я вам покажу, как это устанавливается, и в процессе уже буду показывать, как это работает. Для того, чтобы вы уже поняли суть. Итак, для того, чтобы установить приложение Sendler в вашу группу, мы заходим в управление сообществом. Если вы являетесь администратором или модератором группы, вы можете спокойно иметь доступ к этим настройкам. Переходим на управление, где значок шестеренка. Дальше переходим в раздел приложения. И здесь вот вы видите, да, у меня есть уже Sendler рассылка сообщений. Я покажу вам сейчас на примере группы, где не установлено это приложение, да, но вот так оно будет выглядеть. Давайте я перейду в свою группу интернет-магазина, захожу еще раз в управление, захожу в раздел приложения, и вот здесь выбираю Sendler рассылка сообщений «Добавить». У вас будет точно так же, у вас вообще не будет, может быть, никаких еще приложений, да, только нужно будет добавить Sendler. Добавить. Приложение успешно добавлено. Перейти к настройкам. Перейти к настройкам. И вот здесь нам предлагают само приложение подключить в нашу группу. Я нажимаю «Подключить», открывается новая вкладка. Мне предлагается войти в кабинет. Здесь заходит в кабинет через контакт, поэтому, в принципе, здесь никаких данных там регистрировать заново не нужно. Дальше. Вот здесь у меня подключено уже шесть приложений, шесть сообществ. Мне нужно подключить сообщество. Я нажимаю зеленую кнопочку «Подключить» и выбираю «Подключить» уже тот магазин, который собирался. Дальше выскакивает вот такое оповещение, окно, да, о том, что мы можем разрешить доступ к документам, фотографиям и так далее. И вот нас перекидывает в кабинет. В кабинет уже подключенной нашей группы. Значит, какие настройки нужно сделать, да, в первую очередь? В первую очередь это, конечно же, понять, что вы хотите показывать людям, да, что вы хотите отправлять людям и как будут работать ваши сообщения на продажу или привлечение клиентов. То есть нужно продумать воронку. Воронку продаж, воронку своего предложения. Но для того, чтобы люди начали подписываться на вас, естественно, вам нужно давать какие-то полезности. И, например, как это сделала я. Я даю полезности по продвижению ВКонтакте, я даю различные видеоролики, выхожу в прямые эфиры. И на этих прямых эфирах я предлагаю людям подписаться на мою полезную рассылку. Я даю людям лид-магниты различные, там, всякие PDF-инструкции, книжки, видео и так далее, да. Вот. Таким образом, я собираю базу целевой аудитории. Это называется в этом приложении группа подписчиков. Значит, когда вы заходите в раздел группы подписчиков, вы создаете новую группу. И, например, если у меня здесь группа интернет-магазина, то я, например, могу создать группу, которая будет у меня называться «Новости и акции». «Новости и акции от компании». Возможно, я предложу людям подписаться на такую рассылку, и они будут получать в личные сообщения все новости, все акции от компании, все скидки и так далее, да, для того, чтобы не пропустить и в нужный момент перейти на сайт и сделать себе заказ. Дальше вы можете здесь писать заголовок, вы можете добавить картинку какую угодно, да, там, ну, любую. Вы можете выбрать, это будет выглядеть примерно как лендинг, а когда человек переходит, да, он будет видеть картинку, название и кнопочку подписаться. Здесь вы можете выбирать имена, да, например, вот когда пишете что-то, переменные – это имя, полное имя, город, страна, семейное положение, мужчинам, женщинам, дата, ну, и так далее, да. То есть вот здесь вот вы можете выбирать еще и под имя, да, подобрать какой-то текст, поставить имя, и каждому человеку будет индивидуальное обращение. Также здесь есть текст кнопки подписаться, вы можете поменять, не подписаться, а, например, что-то другое написать, например, узнай об акциях первым, или узнавать, узнавать, узнавать об акциях первым, то есть человек нажимает кнопку узнавать об акциях первым и будет получать все эти акции, да, и текст кнопки отписаться. Дальше вы можете не показывать количество подписчиков тем людям, которые будут переходить на этот слайд, вы можете сделать скрытую группу, и, в принципе, это все, вы нажимаете кнопочку сохранить. Здесь страница подписки вам выдает уже готовую ссылку, которую вы можете использовать для того, чтобы человек переходил по ней и подписывался на вашу рассылку, но вы можете сделать автоматическую подписку при переходе. Когда вы нажимаете вот здесь галочку, у вас вот эта длинная ссылочка сразу будет переводить человека на вашу рассылку, и ему придет сразу же первое письмо, которое вы настроите, да, после того, как вы сделаете вот эти все настройки, и нажимаем ОК. Все, у вас появилась первая группа подписчиков, в которую вы будете собирать свою базу потенциальных клиентов, например, или потенциальных кандидатов в бизнес, потенциальных кандидатов на обучение. Вообще очень много, да, всего можно придумать здесь, просто нужно немножко продумать вот эту вот систему, как это все будет выглядеть. Итак, мы создали группу подписчиков, дальше мы можем создавать рассылки. Например, давайте посмотрим раздел рассылки, как создается первое письмо. Первое письмо создается очень просто, мы нажимаем новая рассылка, называем это письмо, первое письмо, к примеру, это будет название видно только вам. Дальше вы пишете свое сообщение, например, приветствую вас, меня зовут так-то, так-то, я тот-то, тот-то, спасибо, что подписались на мою рассылку, получите мой подарок, как я и обещала, там, инструкция, как сохранить бюджет, например, да, и не отдавать деньги обычным магазинам, а получать кэшбэк от 15 до 26%, например, в моем интернет-магазине, да, ну, это вот вообще просто от балды сейчас говорю, но факт остается фактом, здесь вы даете обязательно какую-то полезность взамен на подписку человека, на вашу рассылку. Дальше, чтобы это сообщение отправилось, автоматически вам нужно выбрать вот здесь вот автосообщение, выбираете группу подписчиков, кому будет отправлено автосообщение после того, как человек подписался, ссылка, дальше вы берете, вы здесь нажимаете, считать переходы по ссылкам, и после того, как сообщение создано, да, напишу здесь для приличия хоть что-нибудь, и, ха-ха-ха, и все, вы нажимаете сохранить, и предлагается активация рассылки, активировать сейчас, все, у вас активирована рассылка, и давайте мы сейчас проверим, мы проверим, работает ли это. Давайте я сделаю вот так вот сейчас, открою, значит, копирую вот эту вот ссылку, по которой должны переходить люди, которые будут подписываться, вставляю в новую вкладку, меня перекидывает на сендер-рассылку новости акций от компании, узнавать об акциях первым, у меня спрашивает, да, разрешить, не разрешить рассылку, я подписалась, нажимаю посмотреть сообщение, перехожу, здесь вот у меня были заявки, да, вот пришло мне сообщение подписка, то есть вот это первое автоматическое сообщение, которое я здесь вот запланировала, помню, да, что я написала там просто подписка, хотя здесь должно быть первое сообщение, приветствие, полезность там и так далее, но это уже будут закрытые уроки, да, закрытые видеоролики только для партнеров, для моей команды, где я буду рассказывать, как и что работает. Так, дальше, вот так вот это работает, да, вот таким образом мы получаем сообщение в личные, личные сообщения, да, и люди получают такие сообщения, когда подписываются на рассылку. Дальше, есть еще цепочка сообщений, цепочка сообщений, это когда идет настроенная такая воронка, настроенная цепочка сообщений, которая приведет человека к продаже, к консультации, бесплатной консультации или платной, да, к вебинару, презентации, к личной встрече, там, все что угодно это может быть, к продаже товара какого-то, да, как это делается? Мы нажимаем, опять-таки, новая рассылка, все делаем то же самое, что мы делали, да, до этого в разделе рассылки. Мы выбираем здесь уже групповую рассылку, выбираем, например, новости акции, и мы выбираем вот все, что здесь вот должно быть, да, вот здесь, например, первое письмо – это приветствие и полезное за то, что человек подписался, второе письмо, например, вы уже даете еще какую-то полезность и знакомите человека с собой, к примеру, да, и здесь вы выбираете групповая рассылка, выбираете новости акции от компании, настраиваете время, когда будет отправлено следующее письмо человеку, который подписался, и дальше, дальше-дальше выбираем считать переходы по ссылкам, так, ибо здесь вот, да, мы выбрали. Так, кажется, я немножко не то сказала, значит, не групповая рассылка, а автосообщение все-таки, если мы делаем цепочку сообщений, то это должно быть автосообщение, поэтому все то же самое, да, все, что я говорила выше, автосообщение, и мы выбираем отложить рассылку с момента подписки, вот, все, теперь правильно, немножко я заблудилась, да, сама же в своем видеоролике, значит, смотрите, первое сообщение у вас, автосообщение отправлено было сразу же, следующее сообщение вы можете выбрать, например, на следующий день, то есть через один день, и сколько часов должно пройти, можете выбрать, можете вообще не выбирать, сколько должно пройти часов, оно через один день, ровно в то же время, когда человек подписался, придет человеку в личное сообщение ВКонтакте. И вот здесь уже дальше, да, вы, опять-таки, сохраняете, можете отправить мне для того, чтобы проверить, давайте отправим, привет, это второе письмо, чтобы вы понимали, да, что это все в реальном времени. Итак, привет, это второе письмо, тут название, это название только для вас, здесь вы можете, привет, это второе письмо, и давайте переменную поставим полное имя, например, нажимаю отправить мне, отправить, иду в ВКонтакт, и проверяю. Тестовое сообщение, привет, это второе письмо Надежды Сергеева, можно выбрать только имя. Так, нажимаю сохранить, нажимаем активировать сейчас, и вот это второе письмо из нашей цепочки сообщений. Следующее письмо вы делаете, все то же самое, новая рассылка, автосообщение, отложить рассылку, через сколько дней, и все-все-все-все-все-все то же самое делаете. Ссылку на рассылку, как делать, я вам показала. Как собираем мы базу контактов? Давайте перейдем в группу. Так, правила для ботов. Вот, рассылка это бот, обязательно прочтите правила пользования сайтом. Ни в коем случае нельзя отправлять какие-то сайты, да, ссылки на потусторонние какие-то запрещенные сайты, какие-то непонятные там приложения, эти картинки там или что-то, да, это все запрещено. Принимаю условия. И вот здесь вот есть кнопочка подписаться у людей, да, которые будут заходить, они будут ее видеть. Но вы также можете еще вот здесь отредактировать в настройках. Значит, приложения. И вот здесь сэмблер, вот здесь нажимаем кнопочку изменить, название кнопки подписаться, видимость все пользователи, сниппет перейти, название сэмблер, сохранить. И если мы перейдем вот здесь снова в настройки, нас перекидывает на вот такое вот окошечко, да, здесь управление рассылками. В следующий раз вы можете вот так вот сюда перейти, да, и попасть вот в этот кабинет. Можно здесь редактировать, тоже вы попадаете в кабинет. И еще установить виджет. Установить виджет, это у вас будет виджет в группе. Давайте вот так вот сделаем установить. Вот таким образом этот виджет будет выглядеть в вашей группе. Давайте установим виджет в группу. Переходим в группу. Так, нажимаем управление, приложение, снова изменить. И вот сейчас, после того, как мы установили виджет, видимость виджета приложения, выбираем все пользователи. Все пользователи видимость в кнопке и все пользователи видимость виджета. Сохранить. Переходим сюда. И вот здесь мы видим. Вот он виджет. Вот здесь вы можете написать все, что угодно. Отредактировать это все, да. Вот кнопка узнать об акциях первым. Перейти ко всем рассылкам. И так далее. Вот такое приложение я вам показала. Очень классное, на мой взгляд, приложение. Видео, конечно, я затянула. Но это приложение сейчас очень сильно выручает меня, когда я собирала какое-то количество времени подписчиков, базу. И сейчас, когда я выпускаю какой-то пост ВКонтакте, например, да, какое-то видео там или что-то, да, или прямой эфир у меня запланирован, я могу практически в 2-3 нажатия кнопочек отправить уведомления всем своим подписчикам в личное сообщение. Большинство из них это сообщение откроют, посмотрят мой пост, прокомментируют, придут на прямой эфир, посмотрят видео и так далее. Вот это, кстати, видео я тоже отправлю в рассылку, потому что оно, я считаю, было полезным для тех, кто использует различные приложения, инструменты, фишки для продвижения. Надеюсь, действительно это полезно. Всем желаю хорошего настроения, успешного продвижения. С вами была Надежда Сергеева, интернет-предприниматель из Домохозяйки в Леди. Всем пока-пока.